Я не хочу, чтобы он двигался вперёд. Я уничтожил его. Почему ты не хочешь, чтобы он двигался? Я хочу разрушить его судьбу. Потому что он великолепен. Я должен его уничтожить. Дьявол нападает не на бесполезных людей, а на великих. Во имя Могущего Иисуса! Во имя Могущего Иисуса! Что ты сделал с его жизнью? Я уничтожил его. В каком смысле? Я разрушил его карьеру. Как? Я не хочу, чтобы он двигался вперёд. Он не может добиться успеха. Почему ты не хочешь, чтобы он добился успеха? Я хочу разрушить его судьбу. Почему, почему? Потому что он молодец, он великий. Я должен его уничтожить. Видишь ли, дьявол не нападает на бесполезных людей. Он нападает на великих. У кого есть призвание. У кого есть миссия. Те, кто сделает своей жизнью что-то великое. Он не будет нападать на тех, кто просто скрещивает руки и ничего не хочет делать. Есть люди, которые либо будут с Богом, либо преуспеют, либо произойдут дьяволы на другой стороне. Они не могут быть где-то посередине. Если вы находитесь посередине, ни Бог не хочет ни вас, ни дьявол. Это означает, что вы вялый. Как вы вошли в его тело? Во сне. Итак, демон, величайшая ошибка, которую ты совершил, была то, что ты позволил ему прийти сюда. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе вон отсюда вам! Вон из него! Вон! Вон! В могучественном имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса! Спасибо, Господи! Ты свободен во имя Иисуса Христа! Спасибо, Иисус! Спасибо тебе, Иисус, за мою свободу! Итак, брат, Иисус, Христос освободил тебя сегодня, так что и денег реши больше. Аминь! Брат, мы приветствуем тебя во имя Иисуса. Пожалуйста, представьтесь, сообщите нам своими, откуда вы. Меня зовут Гемух Вубанкси. Я из Чехии, но родом из Камеруна. Во время молитвенной очереди мы видели, как Человек Божий молился за вас. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствовали в тот момент? Когда Человек Божий подошел ко мне, когда он молился за человека, который был рядом со мной, я действительно испугался, слишком испугался, не хотел, чтобы он приближался ко мне. Когда он подошел и коснулся меня, я почувствовал, что через меня проходит электрический ток. Я потерял контроль с того момента. Мы видели, как злой дух проявляется через тебя, говоря, «Я уничтожил его, я разрушил карьеру, я не хочу, чтобы он двигался вперед, он не может добиться успеха. Почему ты не хочешь, чтобы он добился успеха? Я хочу разрушить его судьбу, потому что он великолепен». Как вы подтверждаете, что это правда в вашей жизни? Я подтверждаю, что это правда, потому что это была битва за то, чтобы стать тем, ком я являюсь сегодня. Я слишком много боролся за все. У меня есть степень магистра, я чувствовал, что у меня есть все, что мне нужно, чтобы устроиться на работу, но это было непросто. Я подал заявку на множество вакансий, но ничего не вышло. Я даже решил поступить в аспирантуру. Несколько раз подавал документы, но мне отказывали. Я получил стипендию во время учебы и магистратуре, но когда я подавал заявку на получение докторской степени, ничего не получалось. Так что это было непросто. Вот что я пробовал, и не получалось. Все, что я пытался сделать, не удавалось. Недавно я подал заявку на визу США, чтобы поехать на конференцию, и не получилось тоже этого. Так что раньше в моей жизни ничего не работало. Также мы слышали, как злой дух сказал, я вошел во сне. Не могли бы вы объяснить нам еще немного? Да, давным-давно я общался с плохими друзьями. Через них я познакомился с порнографией и мастурбацией. Это действительно повлияло на мою жизнь. Каждый раз, когда я чувствовал подобных действий, я участвовал. Мне снились очень странные, ужасные сны. Люди, преследующие меня во сне, мужчины, пытающиеся заняться со мной любовью во сне. Так было всегда. Каждый раз, когда я смотрел порнографию или мастурбировал, мне снились очень странные, ужасные сны. Были времена, когда я ловил себя на полете. Когда я не чувствую, участвую в таких действиях, у меня все в порядке, у меня нет таких снов. Но как только я занимаюсь такими делами, мне снятся эти сны. Это действительно повлияло на мою жизнь, потому что я понимаю, что некоторые из проблем, с которыми я сталкиваюсь, происходят из-за таких действий. Как бы вы сейчас чувствуете после молитвы? После молитвы чувствую себя очень хорошо, чувствую легкость, чувствую облегчение. Я очень счастлив. Это беспокойство больше нет, и я знаю, что полностью свободен во имя Иисуса. Я знаю, что все, что дьявол сдерживал, какие бы неудачи он не нанес в мою жизнь, было устранено. И прямо сейчас все начнет двигаться по воле Божьей во имя Иисуса. Аминь. Какое обещание вы дали всемогущему Богу, даровавшему вам чудесное избавление? Я обещаю не возвращаться к своим старым путям, и обещаю служить Господу всю оставшуюся жизнь. Мы также хотели бы побудить вас читать Библию каждый день, чтобы это избавление оставалось постоянным в вашей жизни. Во имя Иисуса, могущественно Иисуса. Аминь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.